Я была на входе, то есть, когда упал снаряд, я стояла прямо на ступеньках на входе в драматический театр. Я не поняла, что произошло. То есть, в какой-то момент я просто слышу свист, меня хватает вот тут за шкирку мужчина, стоящий рядом, наклоняет, прижимает к стене и накрывает собой, и на нас сыпятся осколки, сыпятся кирпичи, вот эти куски стены. Когда все остановилось, я поднимаю голову, мужчина очень быстро исчез, я даже не заметила, куда он ушел. Я увидела, что со ступенек, ну, видимо, взрывной волной откинула мужчину, он упал лицом на стекла, рядом женщина тоже раненая, просто огромная лужа крови, она его толкает, чтобы он вставал, ну, и получается так, что она просто лицом возит по стеклу, по асфальту со стеклом. Дальше был огромный завал, бегали люди, люди кричали, звали там родителей, были потерянные дети, дети искали мам, там кто-то, кто мог, брал детей и выводил, успокаивал, что сейчас мы найдем твою маму. Я, если честно, на тот момент уже была не в кондиции, потому что снаряд упал прямо там, где мы сидели, в зал именно. И, ну, у меня умерли собаки. У меня на тот момент, ну, бабушка последняя, но у меня умер отец несколько лет назад, и они все, что у меня были. Это, по факту, моя семья. И я просто не смогла, я обошла весь драмтеатр, я пыталась попасть в зал, узнать, что, как. Я плакала там, наверное, часа два. Я просто стояла у драмтеатра, люди начали выходить, но начался сразу, очень быстро начался снова обстрел, и люди просто в рассыпную кинулись, а я никуда не пошла, потому что я не знала, куда идти. Большая паника, в принципе. Люди бежали, люди толкались. Я не спускалась в само бомбоубежище, но я уверена, что очень многие погибли там даже не от самого снаряда, а именно вот от паники, потому что люди начали выбираться. И никто не смотрел о том, что там кого-то надо пропустить, и вот это вот именно толчия убило, я уверена, больше людей, чем сам снаряд. Я дошла до Песчанки, там уточнила дорогу и пошла дальше, до Мелекина. И вот так останавливалась на ночевку, там, где люди пускали, разрешали у себя остаться. Дошла пешком я до Убердянска. В Убердянске получилось сесть в колонну автобуса, и приехала в Запорожье к друзьям, где меня уже ждали. В Убердянске